Работает информационная служба канала РТВ в студии Сергея Кения. Здравствуйте! Итак, сейчас в мире. Страны НАТО обсудят размещение военной техники в Восточной Европе. По словам генсека Альянса Йенса Столтенберга, министр обороны и государственных членов блока рассмотрят этот вопрос в ходе брюссельской встречи уже на следующей неделе. Заявление Столтенберг сделал в Польше во время посещения военных учений НАТО «Ноблджамп» – благородный прыжок. Североатлантический Альянс в ответ на украинские кризисы действий России в Донбассе активизирует свое присутствие в Восточной Европе. В Москве, в свою очередь, обвиняют Запад в попытке возродить риторику в немен холодной войны. Запад предал Украину, считает бывший президент страны Виктор Ющенко. В интервью крупному испанскому изданию «Эль Мунто» политик заявил, что в Донбассе идет не гражданская война, а война с российскими захватчиками. Иностранное государство Ющенко обвинил в том, что они не пришли к Киеву на помощь, тем самым нарушив данные ранее обещания. Экс-президент имеет в виду так называемый Будапештский меморандум 1994 года. Тогда США, Великобритания, Франция, Китай и Россия гарантировали Украине территориальную целостность и суверенитет в обмен на отказ Киева от ядерного потенциала. «У меня есть глубокое ощущение, что нас предали», – заявил в этой связи бывший глава государства. В Санкт-Петербурге стартовал 19-й международный экономический форум. Из разных стран в северную столицу России прибывают известные предприниматели, крупные инвесторы, авторитетные политики и опытные эксперты. На протяжении трех дней в Ленэкспо будут идти открытые дискуссии по самому широкому кругу экономических, финансовых и социальных тем. По традиции, на полях форума подпишут десятки контрактов и соглашений. Девиз нынешней встречи – время действовать совместными усилиями к стабильности и росту. Моя коллега Нина Шамоги об особенностях форума 2015. Около 6 тысяч участников из 115 стран мира. 19-й международный экономический форум в Санкт-Петербурге бьет собственные рекорды. По словам организаторов мероприятия, российские дебаты в городе Наневе вскоре могут конкурировать с их швейцарским аналогом. Всемирным экономическим форумом в Давосе. Правда, в Петербурге не учли одного – глобальная экономика связана с глобальной политикой. А нынешняя ситуация не в пользу Москвы. На Западе о России заговорили как об угрозе из-за событий в Украине. Неизменно большую озабоченность вызывает у нас положение в Украине. На Европейском совете в марте мы договорились о том, что санкции против России будут продлены и тесно связаны с реализацией пакета минских договоренностей. Россия должна показать, что придерживается содержащихся там обязательств. День санкционной политики бродит на полях форума в Северной столице. Официальные лица США и ЕС бойкотировали встречу. Но от экономических диспутов, которые могут перерасти во взаимовыгодное сотрудничество, не отказались главы крупных зарубежных корпораций США, Франции, Швейцарии, Японии, Великобритании, Германии, Финляндии. Казалось бы, Москва перетянула Канад, но не тут-то было. Накануне российские учреждения в Бельгии получили документ об аресте имущества. Это связывают с делом ЮКОСа. К аресту российского имущества приступили и во Франции. Причина все та же. Исполнение решения Гаагского третейского суда, по которому Россия обязана выплатить бывшим владельцам ЮКОСа 50 миллиардов долларов, из которых 1,6 миллиардов евро были исковыми требованиями ЮКОС Universal Limited. В Москве опасаются, что таким же путем вслед за Бельгией и Францией наверняка пойдет еще целый ряд стран. В России события в Европе назвали разбоем и обещали обжаловать детей незаконные действия. Объем арестованного имущества незначительный, не имеет серьезного финансового ресурса. Сам факт, конечно, очень неприятный. Действительно, можно ожидать распространения таких действий. Российские эксперты действия бельгийских и французских приставов, по иронии судьбы совпавших с началом форума в Петербурге, объясняют исключительно политическими мотивами. Якобы их реальная цель – представить России участникам конференции как нестабильную страну, непривлекательную для инвестирования. С этой задачей справляется и экс-глава ЮКОСа. Бывший российский узник номер один продолжает критику путинской России за рубежом. Количество задач, которые может решать эта система, ограничивается тем количеством задач, которые может удержать в голове один человек. Более того, вся эта система опирается на этого человека. И в случае, если он болеет или испытывает какие-то эмоциональные трудности, вся система дестабилизируется. Бывший российский олигарх, помилованный Владимиром Путиным, не скрывает радости от событий, разворачивающихся в Бельгии и Франции. Ходорковский пообещал направить деньги, вырученные от ареста российского имущества, на полезные проекты. Нина Шамугия, РТВАИ. Продолжаем выпуск. Верховная Рада Украины отправила в отставку главу службы безопасности страны Валентина Наливайченко. Инициативу Петра Порошенко поддержали 248 депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов. Ранее президент высказал свое недовольство работой Наливайченко, в частности тем, как тот борется с коррупцией. Голосованию в Верховной Раде предшествовал скандал и противостояние между СБУ и Генеральной прокуратурой Украины. Причиной конфликта стало заявление Наливайченко о причастности бывшего зама генпрокурора к нелегальной деятельности компании БРСМ «Нафта», что привело к пожару на нефтебазе под Киевом. Гонконг ответил «нет Китаю». Члены законодательного совета автономии отклонили предложенную Пекином избирательную реформу, согласно которой КНР получает право накладывать вето на кандидатуры главы гонконгской администрации. Только 8 членов совета поддержали проекта, 28 выступили против. Таким образом, власти Гонконга разделили позицию участников акции протеста, проходившей параллельно с голосованием. Люди вышли на улицы не только сегодня. Митинги захлестнули центр Гонконга еще осенью прошлого года, сразу после того, как Пекин обнародовал свои законодательные инициативы. Арнольд Шварценеггер притворился восковой статуей в знаменитом музее Мадам Тюсо. Голливудский актер и экс-губернатор Калифорнии принял участие в благотворительной кампании по послешкольной адаптации подростков. Харни прогулялся по Лондону в костюме Терминатора и предстал перед посетителями музея восковых фигур в качестве экспоната. Шварценеггер, стоя в одном из павильонов, внезапно оживал, когда посетители хотели с ним сфотографироваться. Спасибо. Ну что же, это были все новости, о которых мы успели рассказать вам к этому часу о развитии событий в следующих выпусках у моих коллег. А у меня на этом все. Я прощаюсь с вами до завтра. Всего вам самого доброго. Субтитры подогнал «Симон»